Всем привет! Немного припозднился, но тем не менее бегу на море. Еще нормально, еще не жарко, не полдень. Поплаваем и обратно заниматься делами. Сегодня забот, хлопот прибавилось. Все, до встречи на море. Михаил уже занимается делами, только я катаюсь с камерами, снимаю тут все. Нифига себе, автомобиль с выставки 200 тысяч, запорожец, никому не нужен. 200, конечно, дороговасненько, но прикольная вещь вообще. Пробег 16 тысяч, надо будет задуматься. О, тюнго, и мы приехали. Так, ладно, я пошел на море, я пошел купаться. Ну что, друзья, мы с вами на пляже Лазурный. Если сказать, что прибавились люди, то это ничего не сказать. В прямом смысле этого слова. Народа стало дофигища. 1 июля. Прошло, выборы прошли, народ попер. Именно с 1 июля можно назвать, что это такой день переломный, скажем так. Сейчас зайду, будем показывать эффект моря. Прикольненько так. Но водичка, я вам скажу. Знаете, мне кажется, что она чуть-чуть прохладнее стала. Видимо, с Сибири реки приехали. Я в надежде увидеть Дмитрия. По идее, он уже приехал, наверное. Не знаю, может, он какими-нибудь окольными путями. Но народу на море стало вот буквально. Каждым днем все больше, больше, больше. Смотрите, во-первых, сколько катамаранов в море вышло. Сколько шума, сколько гамма. Буквально до вчера. Вчера было гораздо меньше. Я говорю, после 1 июля, после выборов, видимо, все проголосовали. С языком послушным. И вот решили все бросить и приехать в Адрес. Это пипец просто, я не знаю. Час. Даже не знаю, что он ускоряет. Дед Дмитрия не даст мне соврать. Жетоны на банан, пожалуйста, вам уже. Знаете, скоро банан ждем. Кстати, помните, вот я вам показывал. По шее прям зашел в воду. Я показывал вам ту сторону. Вот так там народа было гораздо меньше. А сейчас что творится? В общем, ребятки, июнь. Есть июнь. Это вам не июнь, и даже не май. Сейчас ждем выход в море банана. И будем с вами лицезреть. Сие деяния. Водичка по-прежнему, смотрите, прозрачная. Желтого оттенка нет. Пока еще. Очень много блогеров. А Дмитрий у нас счастливый, где-то потерялся он. Потерялся. Я его еще не видел. Что за фигня? Попозже в обед схожу на причал. Посмотрю, что там, как дела обстоят. Мы посмотрим с вами обстановочку на пляже. Парашюты. Нет, на бананчик пока не садятся и все, но уже народ там кучкуется, уже собирается. Непременно потяжу. Вон там поросал уже ждет. Ждут, ждут. И Бэтмен там всякие, там еще всякие увеселительно-развлекательные. Касамара, ну, в общем, лето. Самое, что у меня есть. Все с камерами на берегу такие сидят. Все снимают. Меня в том числе. Это они еще меня по голосу не слышали. Вот если вы слышали, то сразу понятно, что это. Шучу, конечно. Ой, смотрите, накроет меня звездная болезнь. Прям волной, прям здесь в море. Так, ну что, что не так долго-то? Сейчас покажу вам, покажу. Отъеду вот назад на бережок, присяду в водичке. Ой, упал на спину. Телефон бы еще не утопить. Мой любимый и родной. Вот он, катер. Народ собирается. Нет, я повторил вчерашнюю ошибку. Тут на берегу меня что-то волнами сильнее колышет. Их, надо уходить в море поглубже. Экстремальная таблеточка. Экстази какой-нибудь, я не знаю, экстремальная таблеточка. О, смотри, он пришел. Симбад мореход. Бандане. Вчера, позавчера он был без бандана. А сегодня, видите, какое бандане припекло. Темечку-то припекло. А где же Дмитрий? Где он? Кормилиц, как он себя называет-то. Народ-то голодный. Так, бананчик, судя по всему, заправляется. Трудящимися. Там, вон, вдали, еще один дракон какой-то синий. Катается. Это кто оплачивал экстремальную таблеточку, подходим к вашим жилетам? Я не оплачивал экстремальную таблеточку. Я даже пиво не пью особо. Так, ну где банан? Они там уже оккупировали потихонечку. Сейчас, наверное, будут выходить в море. Раньше, кстати, банан катер таскал. Вот оно было вообще экстремально так хорошо. А в последнее время вот... Вот, походу, банан сейчас выйдет. В последнее время все-таки на этих водных мотоциклах. Они, конечно, мощные, но недостаточно. С катером их, конечно, не сравнить. Вот он появляется на горизонте, банан. И сейчас эти счастливцы поехали купаться в море. И прям как в песне. Если мы летим на банане, бананин там что-то накрывает волнами, добро пожаловать в лето. О, еще и парашют-то катер через 5 минут пойдет. Все. Все, банан у нас покинул. Не нужно бояться, нужно решаться, говорит тетечка. Скоро пойдет парашют еще. Будем тоже для всех зреть это зрелище. Еще раз, в принципе, я вам показывал на днях. А что не показать-то? Это же теперь каждый день будет такая развлекаловка. Прикольно, интересно, красиво, но никогда не пробовал сам. Вот такой вот я трусишка. Там он тоже еще один парашютик на взлет пошел. А вот колесико, друзья мои, все по-прежнему в режиме ожидания. Увы, не судьба прокатиться нам на нем пока еще в ближайшие дневники, похоже. Хотя, я думал, после выборов его откроют. Но, нет, пока нет. Ждем, ждем парашютика. Ждем, когда он выйдет в море. О, экстремальная подушка пошла. Таблетка. Ее подушка, это таблетка, кажется. Ну, еще осталось дождаться парашюта, и все. И полный перечень развлекательных услуг на воде практически мы с вами так просмотрели. Сегодня. А вот дельфина сейчас мы не встретим, ребята. Что-то дельфины уже ушли куда-нибудь подальше в море, либо в право-влево, так как наверняка им не очень приятно слышать шум водных мотоциклов. Крики людей на берегу. Как бы так, да. Дельфины любят рыбу и тишину. И ультрейла как-то получалось, если так издавать такие сигналы, которые издают дельфины. Ну, я не могу так. У меня не получается. Ну что. Обстановка на пляже в столь утренний час. Ну, сейчас, конечно, не 7 часов. Сразу вам скажу, я чуть-чуть припозднился, уже 9. Ну, я вам скажу, что скоро, скоро уже люди будут приходить сюда, действительно, в 7 часов, чтобы занять себе местечко между этих лежаков. Скоро. Конечно, из воды вылазить неохота. Но надо идти заниматься делами, так как мне уже там поставлен фронт работ. Ждем пока парашют. Уже 5 минут прошло, не прошло. Скоро должен уже выходить в море, судя по всему, но пока признаков жизни не подает. Я имею в виду парашют. Нету капитана судна быстроходного. Зато вот на горизонте подушечку болтает по всему побережью практически. Я не знаю, может быть, они проходят там какие-нибудь упражнения для космонавтов. Я, кстати, тоже не пробовал. Почему-то и как-то я равнодушно относился к таким вот виду развлечениям. На банане, да, ездил неоднократно. Но сыну нравится. Поэтому. Кстати, уже давно просил на катамаране. Все никак не вырвемся в море. Ладно. Поплаваем еще в водичке, дождемся. Дождемся все-таки, я так думаю, катамарана. Ой, катамарана парашюта. И тогда уже подтопаю домой. А то скоро меня точно из дома выгонят, скажут, нафига дома не делаешь, нафига нам там такой нужен. Красивый, иди и живи в YouTube. Вот пацанята играют. Кричат, счастливые, обливаются. И вы, наверное, хотите тут, да? О! Капитан пришел на судно, мирно. Судя по всему, скоро парашют вот-вот должен все-таки отправиться. Ну, пока только один капитан. То ли желающих еще нету, то ли они рассчитываются еще. Мы ждем, мы ждем. Даже таблеточка уже пришла. Да уж. Долго что-то там они с парашютом решаются. О, парень на доске вышел прям. Прям как этот. С какого-нибудь индийского фильма. Чингач-Бук большой змей прям. Сейчас станет. О, встал быстро, кстати. Не то, что люди мучились. Падали все время. Поэтому повезло. Профессионал. Так, а где же Дмитрий? Дмитрий-то где наш? О, народу-то. Так, у меня такое впечатление, что они дадутся этого парашюта. Они сказали 5 минут, уже столько времени, уже. Надоело их ждать. Что-то они обещали, что 5 минут, 5 минут, и пропали все. И капитан тоже пропал. Ладно, друзья, мы на этом буду, наверное, заканчивать наш туда эфир. Не эфир, а съемку. И пойду домой. Всем пока. До новых встреч в эфире. Отправлюсь я домой. Уже все, уже хватит. Замерз я уже. Да нет, конечно, не замерз. Вода-то теплая. Комфортная, в принципе. Даже очень теплая. Не так, конечно. Вот когда заходил, как-то... О, там, кстати, идет пошла реклама Артионариума. Вот так вот. Амазонка. Они прям катер с музыкой идет. И кричит с материналиком, там, на берегу, где мои тапки. Сейчас я вам покажу, найду тапки. И покажу вам сия. Они теперь будут часто ходить, то есть практически к каждому эфире будут рассказывать. Видите? Вот-вот-вот-вот-вот-вот. И под пензином рассказывает про Амазонку, про все. Ну, а я на этом заканчиваю нашу трансляцию. Мы не полетим с 30-х часами за 10-х километров. Говорю всем пока. До новых встреч в эфире.